Вы сделали правильный выбор, что поступаете работать на наше предприятие. Главная задача нашего управления – это обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Чтобы ясно представлять свое место в многофункциональной системе газового хозяйства, познакомьтесь с ее структурой. Производственное управление «Витебсгаз» непосредственно подчиняется областному производственному предприятию газового хозяйства «Витебскоблгаз», которое входит в структуру Министерства энергетики Республики Беларусь. Для нормального функционирования в управлении созданы администрация, отдел учета и отчетности, планово-экономический отдел, производственно-технический отдел и ряд других служб и отделов. Самые крупные из них – это служба эксплуатации газового хозяйства, служба транспорта и механизации производства, служба строительного производства и газонаполнительная станция. Сегодня с вами заключен трудовой договор, контракт, где определены ваши отношения с нанимателем, работа в соответствии с квалификацией, обязанностью руководителя по обеспечению охраны труда на предприятии, по режиме рабочего времени и времени отдыха, обучении и переобучении и другое. В частности, работник должен соблюдать правила дорожного движения при передвижении на работу, перемещениях во время производственного процесса и возвращения с работы. Любое движение на территории участка или производственной базы, а также перемещающиеся пешком работники и транспортные средства должны осуществляться в соответствии со схемой движения. Установлена и продолжительность рабочего времени работника, которая в неделю не может превышать 40 часов при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходные дни – суббота и воскресенье. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. Для большинства работников рабочий день начинается с 8 часов утра, а заканчивается в 17 часов при обеденном перерыве продолжительностью 1 час. Во время производственного процесса работник обязан соблюдать правила личной гигиены, пользуясь санитарно-бытовыми помещениями, к которым относятся раздевалки, места приема пищи. Перед началом работы работник обязан оценить 2. Твою теоретическую и практическую подготовку к намечаемой работе, 2. Твои знания инструкций, норм охраны труда и практические навыки применения безопасных методов и приемов работы. Затем необходимо проверить исправность и удобство пользования во время работы средств индивидуальной защиты. После надевания средств индивидуальной защиты следует оценить состояние рабочего места, а также проверить исправность и безопасность инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать. Так, ручной инструмент должен быть насажен на гладкообработанные рукоятки из древесины твердых пород дерева и надежно закреплен обжимными кольцами или заклинин деревянными металлическими клиньями. Во время производства работ работнику запрещается находиться в огражденных опасных зонах, стоять или проходить под лесами или местами, где возможно падение предметов. Приступая к работе, работник обязан выполнять только работу в интересах предприятия, которая ему поручена непосредственным руководителем работы. В случае получения травмы потерпевший обязан о случившемся немедленно сообщить своему руководителю работы. К несчастным случаям относятся различные отравления, ожоги, обморожения. Для визуального восприятия потенциальной опасности как на предприятии, так и во время работы места, опасные для прохода или нахождения в них людей, ограждаются канатами, лентами, как стационарными, так и переносными щитами с укрепленными на них знаками безопасности, которые подразделены на четыре группы. Это предупреждающее. Для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и или вредных производственных факторов применяются как индивидуальные, так и коллективные средства защиты работающих. Следует знать, что вредные производственные факторы – это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях – может привести к заболеванию, снижению работоспособности и… или к отрицательному влиянию на здоровье потомства. В определенных случаях вредный производственный фактор может стать и опасным. Например, концентрация вредных и опасных газов. Так, природные и сжиженные газы не ядовиты. Однако, содержание их в воздухе в определенном количестве может привести к взрыву. При содержании в помещении в большом количестве вызвать головную боль. При недостаточном количестве кислорода в воздухе – то и удушье. А при неполном сгорании природного и сжиженного газа образуется угарный газ, который является сильнодействующим ядом. Содержание в помещении угарного газа даже в количестве 1% может привести к смерти через 1-2 минуты. Состояние безразличия. При еще более сильном отравлении наступает потеря сознания. Затем прекращается дыхание. В нашем управлении многие работы являются работами с повышенной опасностью. Вот некоторые из них. Это газоопасные работы, огневые работы, а также в траншеях на глубине более 2 метров и другие работы. Выполнению газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательные медицинские осмотры в установленном порядке, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, правилам пользования средствами индивидуальной защиты и простейшим способом проверки их исправности, мерам оказания первой доврачебной медицинской помощи, действию в аварийной ситуации. Стажеры, ученики и практиканты к выполнению газоопасных работ не допускаются. Вблизи места работ перед началом их производства должны вывешиваться или выставляться предупредительные знаки. В колодцах, туннелях, коллекторах не допускается применение сварки и резки на действующих газопроводах без отключения их от газа и последующей продувки инертным газом, равно как и проверка огнем плотности газопровода, арматуры и приборов. При выполнении газоопасных работ должны применяться светильники во взрывоопасном исполнении напряжением не более 12 Вольт. Запрещается применение в загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение. Основным травмирующим фактором вследствие взрыва и пожароопасности нашего производства является огонь, вызывающий термические ожоги кожного покрова и верхних дыхательных путей человека. Транспортировка грузов, в том числе и опасных. Право их транспортировки предоставляется лицам, прошедшим специальную подготовку и получившим соответствующее удостоверение. При наполнении и транспортировке газа имеется целый ряд правил. Вот важнейшие из них. На выхлотной трубе транспортного средства перед въездом его на территорию ГНС, ГНП и АГЗС должны устанавливаться искрогасители. Перед выполнением сливоналивных операций и заправкой газобаллонных автомобилей двигатели автомашин, за исключением автоцистерн, оборудованных насосами для перекачки СУ, должны быть остановлены. Включать двигатели разрешается только после отсоединения резинотканевых рукавов и установки заглушек на отключающее устройство. Перевозка газовых баллонов возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При транспортировке в горизонтальном положении баллоны должны укладываться на специальные стеллажи с прокладками, не более чем в три ряда и не выше бортов автомобиля. Причем положение всех вентилей баллонов должно иметь одно направление. При транспортировке не допускаются удары баллонов друг от друга. На нашем предприятии имеется парк различных металлорежущих и деревообрабатывающих станков, которые находятся в механическом цехе на участке деревообработки, мастерских, гараже. В работе на станках допускается только обученный персонал, что запрещается эксплуатация абразивных кругов трещинами на их поверхностях при отсутствии номера круга и отметки о его испытании на механическую прочность или с просроченным сроком хранения. В обязательном порядке заточные станки должны иметь защитный экран с блокировкой, а работать следует в защитных очках, располагаясь в стороне от плоскости вращения круга. Затачиваемый предмет следует подводить к кругу плавно, без ударов, а нажимать на круг необходимо без усилий. Значительная опасность получения травм и увечий имеется при эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов. К работе с грузоподъемными механизмами, грузозахватными органами и приспособлениями, троповке грузов, токелажным работам могут быть допущены лица не моложе 18 лет, специально обученные и аттестованные в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных хран и имеющие об этом отметку в удостоверении о проверке знаний. Работая с грузоподъемными механизмами и находясь возле них, следует постоянно помнить, что запрещается находиться под поднимаемым грузом, выполнять посторонние работы, не предусмотренные заданием, а также самовольно включать или выключать механизмы, обслуживание которых не поручено рабочим. Перед началом работ с грузоподъемными механизмами из зоны работ необходимо удалить лиц, не имеющих прямого отношения к проводимым работам. Возможность поражения электрическим током – один из наиболее опасных производственных факторов. Наибольшее число электротравм происходит при работе на электроустановках напряжением до 1000 вольт. Ремонт светильников, их очистку, а также замену перегоревших ламп должен производить лишь электротехнический персонал. Работам с повышенной опасностью относятся работы на высоте. Это работы, при выполнении которых рабочий находится на высоте 1,3 метра. Различают несколько способов работы на высоте. Возьмите за правило. То запрещается использование предохранительного пояса при отсутствии отметки об испытании, при истекшем сроке испытания или при обнаружении дефекта во время осмотра. Во время работ на высоте категорически запрещается опираться и становиться на барьеры площадок. Для оказания помощи вначале пострадавшего нужно уложить на спину. Затем освободить дыхательные пути, которые бывают закрыты запавшим корнем языка, пенистой слизью. Тем самым следует освободить путь для прохождения воздуха в его легкие. Запрокинув назад голову пострадавшего, одну руку подкладывают под шею, а другой надавливают на теме. Подготовив дыхательные пути пострадавшего, затем каждые 5-6 секунд вдувают воздух в его рот или нос. Это соответствует 10-12 вдохам в минуту. При этом закрывают, соответственно, нос или рот пострадавшего. Для свободного выхода воздуха из легких, выдоха, после каждого вдувания, то есть вдоха, открывают рот и нос пострадавшего. После приведения потерпевшего в сознании, его необходимо тепло укрыть и обеспечить покой, наблюдая за состоянием. Итак, вы не только прослушали, но и просмотрели вводный инструктаж. Казалось бы, все элементарно. Изучи и действуй. Зная же особенности опасных и вредных производственных факторов, выполняя правила техники безопасности, точно соблюдая указания руководства и постоянно думая о ценности вашей жизни, вы сможете эффективно работать на благо себя, своей семьи и в целом нашего государства. Возьмите за правило, не приступайте к работе, если имеется угроза вашей жизни. Наказание виновных никогда не восполнят и не вернут потерянное здоровье или жизнь. Поэтому помните, что ваше знание и личная ответственность – основа вашей личной безопасности.